В воскресенье 28 июня в Буе на стадионе «Локомотив» прошел товарищеский футбольный матч между сборной Буе 1982-1984 годов рождения и сборной Буе 2015, действующей сборной командой. Подобное мероприятие состоялось впервые. Его инициатором выступил известный в Буе футболист Михаил Селезнев, отец которого, Вячеслав Александрович, в свое время и тренировал тогда еще юных 12-14-летних футболистов. Сегодня вот ребята 1982-1984 год рождения, у нас здесь есть ребята с Вологды, Ярославля, с ближнего дальнего зарубежья, приехали, собрались. Вот в таком составе мы не играли около 20 лет вместе, ну может быть чуть меньше, лет 18-17. Кто-то уже лет 20 просто мячик не пинал, кто-то и по сей день защищает честь нашего города и даже области, и команд в других областях. Финансовую поддержку празднику футбола оказали Буйское местное отделение партии «Единая Россия», депутат Костромской областной думы Олег Скобелкин, председатель совета сторонников партии в Буе в Буйском районе Александр Александров, индивидуальный предприниматель Станислав Часовских, фирма «Вариант-С», фотосалон «Гамма» и Костромской мясокомбинат. Отметим, что Костромское предприятие поддерживает спортивные мероприятия в нашем городе уже не в первый раз. Поприветствовать футболистов перед началом игры приехал глава города Буя Валерий Катышев. Для спорта в городе дело много, даже нас кто-то за это ругает. Я скажу, что к осени, надеюсь, что мы положим искусственное поле на Спартаке. В принципе, будет, как Эдуард говорит, второе поле в области с искусственным профессиональным покрытием на резиновой крошке. Я хочу сказать, что спорт – это здоровье. Спорт – это то, что отвлекает молодежь от ненужных занятий. Я думаю, что тот, кто любит спорт, тот любит и свою страну, и себя, и свой город, свой край. Поэтому всем хочется прожить всего самого наилучшего, хорошего спортивного результата. Я думаю, что победит сильнейший. В перерыве матча прошли конкурсы для болельщиков. В символической серии пенальти приз от депутата Костромского областной думы Олега Скобелкина футбольный мяч с автографами победителей матча завоевал известный в городе краевед Владимир Соколов. И даже дождь не помешал болельщикам и футболистам получить удовольствие от происходящего на поле. Игра получилась зрелищной и богатой на голы. В упорной борьбе со счетом 3-2 победу в матче одержали старички. Сборная 1982-84 годов рождения. Отметим, что многие из этих ребят не выходили на поле более 10 лет. Хотя ранее, в 90-е годы, именно они защищали честь города на различных соревнованиях. Отдельное спасибо футболисты выражают руководству стадиона «Локомотив» в лице Эдуарда Скобелева за большую помощь в организации матча. Участники встречи надеются, что подобные футбольные праздники станут в нашем городе доброй традицией. Продолжение следует...